Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. На Корее в сентябре было установлено новое обновление, которое принесло немало изменений. Сразу отмечу, что в данном ролике я использовал фрагменты стрима корейского игрока, так что в описании будет ссылка на данный стрим. Может быть, кто-то захочет всё полностью посмотреть. Ну и начнём его изучение не с новых систем, а с новых арен, которые, как по мне же, более важны, чем новые системы. Но и их тоже в дальнейшем мы, конечно же, подробно рассмотрим. Ну а сегодня мы рассмотрим само новое измерение от Балауров и одну из новых массовых арен, в которую явно все будут хотеть попасть. Сначала мы заходим в перекрёсток измерений, вход в который находится в локации Сверкающее Побережье. И уже здесь мы можем попасть в измерение от Балауров. И, как я понимаю, можно выбрать любой из трёх входов. Зайти в сам перекрёсток измерений могут игроки от первого героического уровня и с ГСом от 16 тысяч. Данное место является мирной зоной для игроков со всех серверов. Также уже здесь можно создать набор в рейд в поиск группы. В измерении от Балауров период конфликта длится с 8-20 до 20-20, а период войны длится с 20-20 до 8-20. Поэтому наши сражения там могут происходить в любое время. Здесь нельзя вызвать красного, чёрного или зелёного дракона, а также механического жука. Здесь можно включить режим ПК, при этом ваш персонаж станет, как обычно, фиолетовым для других, но пятна крови не образуются и очки преступной славы не накапливаются. Это же правило касается и пиратов. И напомню, что в измерении от Балауров может быть максимум 150 западников, 150 восточников и 50 пиратов. Помимо этого, здесь, в измерении от Балауров, в случайных местах можно обнаружить некие ловушки в виде искривления пространства. Если игрок в неё попадёт, то время эффекта воля дракона, про это мы далее поговорим, будет уменьшаться на 5 минут каждую секунду, так что лучше поскорее из неё выбраться. Это у нас как бы общая информация об измерении от Балауров. Теперь более подробно про одну из арен, которая здесь будет происходить. В измерении от Балауров будет происходить две арены. Так что сегодня поговорим про арену, которая называется «Захват алтаря Балауров». Она проходит в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу, с 16.00 до 16.30 и с 20.00 до 20.30. У нас, конечно же, может быть своё время. Суть арены в захвате алтаря, который находится в центре локации. По сути, захватывает алтарь два первых игрока, которые вошли в круг, которые около алтаря. Данных игроков сразу видно по внешнему красному щиту. Захватить алтарь могут только западники и восточники. Пираты же этого сделать не могут. Если алтарь захватил запад, то он становится синим. Если же восток, то зелёным на 3 минуты. И в течение этого времени алтарь нельзя перезахватить другой стороне. Если же алтарь мигает этими двумя цветами, то есть синим и зелёным, то значит его можно захватить. Игрокам, которые захватили алтарь, понадобится 10 штук знаков культиста на одну попытку захвата алтаря. Также они должны иметь более 10 штук знаков культиста в инвентаре, иметь, соответственно, красный щит, который означает, что именно этот игрок может захватить алтарь, и не иметь никаких статусных недугов или эффектов иммунитета к урону. Возможно, здесь просто имеется в виду, что во время сражения нельзя захватить алтарь, ну или, по крайней мере, это сложнее сделать. То есть вы как бы должны сначала посражаться, и уже победившая сторона подходит и захватывает алтарь. Ну или, если, допустим, сражение где-то идёт вдалеке, в крысу подойти и заюзать данный алтарь. Поэтому явно не стоит отходить от центра локации. Победой, по сути, является момент, когда одна из сторон, запад или восток, захватят алтарь три раза. Можно не подряд. После этого алтарь исчезает, и на его месте появится некая копия РБ Гарторей, которого может быть только победившая сторона. Победив его, каждый игрок получает морозный сундук измерения от Балауров 2 штуки и осколок измерения от Балауров 2 штуки. Осколок измерения от Балауров — это новый предмет, не персональный. Его в игре можно получить пока что только здесь. Используя 100 штук таких осколков на походном верстаке, можно сделать адский гримуар. Адский гримуар — это новый предмет, персональный. Его в игре можно получить только с помощью данного крафта. Используя его, вы нанесете мощный урон мобам, которые появляются на разломе в Рамканде и Сокрытой Долине. Но его могут использовать только игроки 30-го героического уровня и выше. Морозный сундук измерения от балауров — это тоже новый предмет, персональный, и открыв его мы получаем. Воля дракона — одна штука, слабая воля дракона — от одной до пяти штук. Слабая воля дракона — это тоже новый предмет, персональный. Его можно получить как здесь, открыв данный морозный сундук, так и в награду за убийство рыцаря Адабалауров. Как раз далее о нем расскажу. И объединив 200 штук слабой воли дракона, мы получим одну штуку воля дракона. Ну и сама уже воля дракона — это тоже новый предмет, очень важный новый предмет, я бы сказал, не персональный. Его можно получить только вот открыв данный морозный сундук, а также объединив 200 штук слабой воли дракона. Использовав данный предмет воля дракона, мы сможем войти в измерения Адбалауров и сразиться с новым РБ Писоникс. При этом мы получаем эффект с таким же названием воля дракона, который действует 90 минут. Ну а использовать данный предмет воля дракона можно только на перекрестке измерений. Ну и соответственно сам некий рыцарь Адабалауров — это мини-босс, имеющий 3 564 547 единиц здоровья. Он появляется у нас в случайном месте в измерении Адбалауров. Появляется всего лишь на 8 минут, так что его нужно еще успеть найти и убить. Ну а в качестве награды с него мы можем получить драконью пыль, слабую волю дракона, фрагмент кристаллической чешуи Писоникса и несколько небольших кучек золотых монет. Драконья пыль — это новый очень важный предмет. Его и дальнейшие его градации, так сказать, мы рассмотрим позже. Фрагмент кристаллической чешуи Писоникса — это тоже новый предмет. И его тоже рассмотрим позже. Слабая воля дракона, мы уже знаем, что это такое. Ну а кучки золота — это просто пару монет, которые разбросаны и их можно будет собрать. Но глядя на данное измерение и в частности данную новую арену, у меня лично возникает довольно много вопросов. Во-первых, почему-то разработчики решили резко насрать на пиратов, сделав им ограничения в 50 игроков. Так уберите тогда их вообще из игры. И непонятно, как именно будут собираться, подбираться игроки для той или иной арены. Возможно, для корейской версии это попроще будет, потому что там игроков меньше. Но как будет у нас? Ну и, кстати, насчет входа тут тоже моментики есть. Вот это яйцо огромное, которое вы видели, когда они входили в этот перекресток измерений. Оно временное. И оно как раз дает этот баф воля дракона. Чтобы игроки смогли зайти помимо новой арены с новым боссом, смогли зайти и сюда. Хотя текстово нигде не нашел, чтобы было написано, что сюда тоже нужен этот эффект. Или баф, как хотите называете, воля дракона. Но тогда в чем логика? Вы сюда ходите, чтобы получить в частности этот эффект, этот баф, воля дракона. Но при этом сами тратите предмет, который дает тебе этот баф. И что же будет тогда, когда уберут это яйцо? А именно 19 сентября на Корее. Также на корейском сайте, в тексте, где в основном пишется про какие-либо изменения после каждой профработы в четверг. Они на Корее так же, как и у нас в четверг происходят. Вот только там есть текст, что этот предмет воля дракона падает еще с Узурпатора, Анталона, босса, который идет после Анталона на Солнечке, а также с Гарта Рейна и Ксанатоса. И тут у меня возникает вопрос. Это временно или на постоянку? Потому что делать на постоянку проходку, которую можно выбить с какого-то дурацкого Узурпатора, Анталона или Гарта Рейна, это вообще изишные мобы, считай, вы с них получаете проходку на топового босса, у которого охрененный лут. Ну да, там конечно же имеется шанс его приобретения, но все же, это самый топовый босс на данный момент в игре. Честно говоря, я вообще не могу связать эти все вещи. Ну а далее я сделал небольшую нарезку, там у нас получается и корейская версия, и ПВП после этих всех изменений, и тут же видна данная новая арена, босс, который появляется в конце. Ну а на этом у меня пока что все, пишите в комментах, что вы думаете насчет сегодняшних изменений, и как всегда, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok